здорова пацаны еще разочек с вами всем привет привет у нас вторая часть про плазму и на этот раз у нас плазма бусты госяк маршус по-прежнему enter неудивительно и он начнет рассказывать про плазму ранее вы слышали сейчас будет конкретно плазма бусты что такое бусты это когда вы делаете как-то вот так а ну все заканчиваю короче что про них рассказать и как они вообще работают дело в том что когда вы пытаетесь вы же в курсе все такое с кем не знаю ладно дело в том что когда вы приземляетесь на куда-нибудь около стенки вам дается на 250 миллисекунд чтобы попробовать про скинуть уголок таким вот образом после при сразу приземление если вы прямо перед приземлением получили урон то вы можете все эти 250 миллисекунд находиться на земле и пытаться плазмить но и не половине плазмить стыкать то есть если я прямо перед приземлением ткну плазминкой и получу дамаг от чего-нибудь от плазмы от рокет от гранаты от вообще меня выстрелят в том с его угодно я могу 200 миллисекунд пытаться сликать как каким-нибудь образом вот и вот таким образом с помощью плазмы все это обузится используется в общем чтобы набирать скорость и чтобы быстрее проходить карты как делать это правильно наверно во первых надо подпрыгнуть обычно люди делают прыгают потом стреляют куда-то в пол можно стену можно еще куда-нибудь получаем дамаг после этого приземляемся и и используя кнопки или две влево бог или просто одну в общем каким-нибудь образом пытаться сликать выбор кнопок у вас будет зависеть от карты просто добавлю что кнопкой вбок как бы можно угол резать острее то есть вы повернете в сторону речи чем сделали чем когда если сделаете гбс с двумя кнопками вперед и вбок скорее что две кнопки используются для поворотов на углы чуть меньше чем 90 градусов а если использовать вам вам нужно повернуть на 90 градусов и более тогда уже резонно использовать только одну кнопку что еще хочу сказать то что обычный скин включается если у вас имеется вертикальная скорость то есть угол можно заскинуть если у вас вертикальная скорость больше чем там определенная то есть в принципе если я запрыгиваю на вот эту платформу то с кем не включится и я на ней не смогу вообще никак бустит то есть я просто не хватит вертикальной скорости но обратной ситуации если я падаю с большой высоты то у меня скорости хватает и я могу спокойно забустить например с этой высоты так то вы понимали чтобы все понимали что здесь происходит вы можете устроить себе плазмобуст ну не только себе еще всем своим соседям короче чтобы вам проплазмить по полу назовем это так это называется бустом вам нужно находиться либо на той же самой поверхности либо на поверхности выше чем вы чем там где вы планируете бустить бустить на платформу которая находится чуть выше но ну чуть чуть выше еще можно вот на то уже никак не получится здесь я пробовал у меня получалось еле-еле но получалось бустить очень плохо но в основном это не используется это но я не встречал на картах такого трикса чтобы такое можно будет также можно плазмить плазма пустить не только пол можно это делать вообще абсолютно все стены боковые технология все тоже самое вы за долю секунды перед приземлением выстреливаете плазминка наносите себе дамаг сплэшем вы получаете сплэш образуется поверхность сликовая под вами и вы набираете на ней скорость также можно это делать обрампы разного характера но бром положили немножко это уже будет надо обращаться то еще про это хотел сказать дело в том что когда вы стреляете плазминкой то плазминка вас немножко отбрасывает назад то есть и для того чтобы наиболее эффективно пытаться бустить нужно плазмить под вроде как определенному лона наставлять то есть если я буду прыгать и стрелять прямо под себя плазминка хоть на чуть-чуть но замедлит мое падение и у меня будет больше времени то есть я буду еще какое-то время падать потом коснусь земли потом мне будет меньше времени чтобы пуститься то есть в идеале нужно попадать плазминкой так чтобы она тебя на 1 хп дамажил вообще чуть-чуть вот так чуть-чуть и ты прям сразу начинал 250 миллисекунд плазминкой по полу земле это кучу времени вообще да то есть если вниз стреляют прямо под себя то у меня меньше времени естественно я меньше скорость на дорог и но плюс естественно скорость если у меня скорости очень много там не знаю тысячи или с чем-то то выгоднее наверное под себя стрелять чтобы она взорвалась где-то сзади меня подамажила меня и вроде как получилось проплазмить но на больших скоростях на самом деле сложнее плазмить чем на маленьких естественно чем выше скорость тем меньше и меньше дает густ тебе потому что руками к сожалению этот момент никак не исправить чем больше ваша скорость тем меньше у вас руками получается получается скорость вот кстати тоже по моему вот не особо эту ситуацию поправляет это наверно больше физики самой заложено да вот показывает и всякие приемы плазмы если ты можешь я могу но ты можешь я могу делай ну по порядку просто мы обо всем уже в принципе сказали про бусты по порядку просто покажу по отдельности буст чисто кнопкой стрейф для как салэксен для поворота на более чем 90 градусов нет не только на более чем 90 градусов но обычно не используется для таких острых поворот да ну лично мне как-то такой буст дает меньше скорости чем буст прямо прямо и в бок я зажимаю ну потому что это все зависит от сагаза опять же там слегка поверхность и тебе надо реально быстрее вести мышь потому что сагаз у тебя перемещается гораздо быстрее дальше в принципе с высоты можно можно делать обрампы но обрампы тут я не знаю где сделать то тут сейчас идем давай лучше от стен спиной спиной можно можно спиной от пола делать в принципе технология та же ну спиной от пола возможно есть плюс то что вы стреляете получается себя немного но если карта допустим frame frame к фрейму идет то это принципе даст плюс определенный от стены стены таким способом можно то есть вы можете перед собой стрелять делать буст слик тут сделала читерил такой типа не палюсь вот можно также стен от стены делать кнопками стрейфа исключительно также этот буст но в общем это сликовая поверхность она отключается практически везде на рампах на то есть можно на рампу вверх пуститься можно на рампу вниз в общем сложно но можно кстати это неплохо скорости дает иногда я думаю стоит перейти к демкам потому что по сути дела мусульман тоже да как ну так далее посмотрим так с какой начнем начнем с самого ппгб да чисто по прямой давайте посмотрим на таймскейле например 05 стальки 05 ппгб от монтора карта прямая вы посмотрите как просто выглядит запускать полоски включу игры полоски включу да да то есть он выстреливает каждый раз перед собой за долю секунды там до приземления как бы так вот постоянно он проскальзывает даже особо объяснять наверное не надо что здесь происходит следующее думаю посмотрим мы жан пгб тоже такого же чисто пгб плазма газбуст раны так называемой больше тут уже с поворотами идет да здесь уже повороты сами можете наблюдать что неотъемлемо это получается он еще и до стрейфливается газом то есть комбинирует просто плазма бусты и стрейф дичайшая скорость ну да тут чоп конечно еще тот задрот и вот очень шикарная демка от антиранаоса следующий жан пгб жан гб2 чем она заключается здесь вообще это просто трюк конечно дичайший здесь такой тайминг показывается он запускает плазминку наперед и дальше увидите что происходит включу полоски происходит то что пока летит плазминка он из-за тайминг момент она приземляется дамажит его то есть он заранее выстрелил плазминкой даже сделал гб то есть сами понимаете то что какая технология все это главное получить сплэш перед приземлением просто получить сплэш не обязательно будет плазминка это может быть ракет это может быть гранат это может быть плазма ну как у нас по плазму рассматриваем плазму мы адекватные люди мы-то адекватные люди а вот вуди у нас неадекватный человек поэтому у нас смотрим демку вэрлд гб точнее карта такая карта здесь заключается в том что карта построена начала у нее здесь плазма от стен плазма бусты и потом вся карта проходит со спиной скажете почему я вам отвечу потому что потому что будет так захотел но здесь он побил рекорд как раз то что мы говорили ранее почему показываем это демп потому что здесь проходил спиной он получил как раз эту небольшую разницу в упсах между тем если делать ее лицом и между тем если делать ее спиной как раз его плазминка отталкивала и добавляла скорости а если проходить это лицом то она вы отталкивала его противоположную сторону и тормозила собственно ну тренинг тренинг карты так скажем мы опять же прикрепим к описанию будет список можете сами зайти потренироваться поиграть да попробовать это все ну и спасибо большое enter за участие а вам спасибо что смотрели увидимся на серверах пока пока